Приветствую тебя, Боря. Приветствую тебя, Борис. Добрый вечер. Я хочу, чтобы ты рассказал, прошу тебя, расскажи, пожалуйста, для всех, которые могут испытывать паники или страхи на примере того случая, как ты мне рассказывал, как ты был в зале, где было много-много людей, и там вдруг у тебя появилась трудность дыхания и паника, и ты как снял эту панику? Расскажи для всех. Да, это очень интересный момент. Несколько дней назад я был в оперном театре, и был зал на 2000 человек, полный зал, и когда я зашел туда, и закрылись двери, и выключили свет, я почувствовал, что мне нечем дышать. Хотя включили кондиционеры, а пока они начинают работать, это проходит очень минут десять, чтобы набрался охлаждающий воздух. И я решил воспользоваться идеей, которая заменяет ситуацию за дыхание моего, на другой образ, который соответствует дыханию, но производит определенное действие. Полезное, полезное, да? Полезное. То есть ты стал искать образ, который соответствует этому трудному дыханию, но который... Я подумал, что этим действием может быть, так сказать, кузнечная меха. Когда они работают вот таким образом, и для разогрева куска металла. И я начал вспоминать, как я это делал в детстве, помогая кузнецу в селе, когда был у дедушки. И это мне очень нравилось. И я применил этот элемент в тот момент, когда я почувствовал задыхание. Я начал... Первая мысль у меня была, вскочила. Сделать именно вот эту процедуру, эти движения. И через пару, буквально через пару-три вот таких движения мысленных у меня начало успокаиваться дыхание. То есть ты нашел образ, который был синхронен, синхронен с твоим текущим состоянием затруднения дыхания. Но этот образ был позитивный. Да, этот образ был позитивный. И он был, опять же, связан с тем, чтобы дать мне дышать. Он дает мне дышать. Очень интересно, очень полезно. Я тебе очень благодарен, Борис. Ты представляешь, скольким людям это поможет? Что самая главная идея в том, что ты рассказал. Когда человеку трудно, надо вспомнить какую-то ситуацию, которая полезна в этой трудности. Но вот ты вспомнил кузнечные мехи, соединил это с этой своей внутренней трудностью в тот момент. Образ оказался синхронен, то есть соответственен этому состоянию, а был позитивный. И поэтому тебе стало легче, и паника прошла. Да, да. Да. Дыхание выровнялось. Я себя почувствовал нормально. И стал смотреть и слушать прекрасную оперу паяци. Слушай, ну интересное дело, вот у человека это может быть в памяти, когда он в панику попадет, ну будь то в туннеле, в самолете, будь то там в каком-нибудь, ну непонятно где, это касается любых случаев в жизни. Вдруг попал в панику, в этот момент, как он может сообразить, какой образ спорта? Для того, чтобы это сделать, надо сделать подготовку заранее. Так. Надо продумать заранее ситуацию, что поскольку ты страдаешь этой проблемой, и у тебя она может проявиться в любом месте, где бы ты ни находился. Сидя в автобусе на заднем сиденье, сидя в такси на заднем сиденье. Там, где есть проблема с дыханием. Ну ты хочешь освободиться, и чтобы тебе поступило больше кислорода. Да, то есть можно свой образ применить. Для того, чтобы как-то от этого... Можно свой образ применить, а можно свой набрать. Да, я выбрал, например, я начал вспоминать, как я был в детстве у дедушки в селе, и находясь там, помогал кузнецу. Ну, а кто-то может быть, когда у него задержка дыхания, вдруг вспомнить, что он когда нырял в воду, задерживал дыхание, и в этот момент ему так было приятно, и таким образом он может задержать дыхание на позитивном образе, который совпадает с задержками дыхания, и успокоиться. Но главное это приготовить заранее, чтобы у тебя это было в мозгу, в памяти. Да. Это очень хорошая подсказка. В такой ситуации уже некогда искать. Да, конечно. Надо задержать. Вообще мы рекомендуем, мы же школа человек будущего, хомофутурус, рекомендуем всем смотреть наш YouTube-канал «Метод Клюшка Саевеева», и там как раз-таки самые последние ролики, которые мы выкладываем, именно для тех, кто в чрезвычайной ситуации, кто в сложной ситуации, как избавиться от паник, от страхов, выйти на позитивное состояние, вплоть до того, как создавать изобретение, использовать панические состояния, как стресс-трамплин. Для своего собственного развития, и укрепления здоровья, и иммунитета. Спасибо тебе, Борис. Будь здоров, доктор Хасай, и всем привет. Спасибо большое. До встречи. До встречи.